Для маленьких детей очень легко связать штанишки крючком. Их можно связать длинными или короткими. Если короткими, то просто вязать поменьше. Можно из хлопка, тогда будут летние. Если ребёнок очень маленький и ещё пользуется памперсами, то разделение на штанины нужно выполнить пониже, чтобы было место для памперса. Можно вдёрнуть резинку между столбиками с накидом, можно просто шнурок, как у меня. Можно сделать как полукомбинезончик, то есть с грудкой. Вязание я начинаю сверху, в цепочке воздушных петель. Вот я образовала первую воздушную петельку. И начинаю вязать цепочку воздушных петель. Что хорошо при вязании крючком, так это можно не делать предварительных расчётов. Я просто свяжу цепочку на такую длину, которая мне нужна. А померить можно, ну я на пупсике, он у меня не капризничает. А вы можете на штанишках, которые уже есть, на ползунках, просто померить по талии, какой нужен размер. И вот соединяю первую и последнюю петельку. Проверила, чтобы не перекрутилась цепочка, чтобы воздушные петельки лежали ровно. И вяжу столбики с накидом. В каждую цепочку, вернее петельку цепочки воздушных петель, я провязываю по столбику с накидом. Накид. Втыкаю крючок в воздушную петельку, вытаскиваю рабочую нить, провязываю через две петельки, снова через две петельки. И так по кругу. Провяжу все столбики по кругу. Вот, соединю. И я уже вяжу второй ряд. Так вот я соединяю при помощи соединительного столбика. Втыкаю крючок. И вместо трех воздушных петель я выполняю вот такую вытянутую петельку. И дальше вяжу снова столбики с накидом. И так, столько рядов, какую длину штанишек нам нужно. До ножек. Опять же повторюсь, если памперсы, то вязать нужно подлиннее. Вот, я сейчас уже прикинула, что мне уже можно вывязывать, ну, делить на ножки. Я вяжу цепочку из воздушных петелек. У меня штанишки маленькие, поэтому я три или четыре петельки всего связала. Соединяю с противоположным концом. То есть, делю это вязание пополам. И вот. И вот так у меня получилось. Я разделила штанишки и буду продолжать вязать столбиками с накидом. Только сейчас отдельно. Сначала одну часть, а затем вторую. Вяжу столбики с накидом по кругу. Только сейчас уже не по полному, а по вот этому, по половине, которая у меня получилась. Сейчас вы всё это увидите. Вот я довязала до растительной цепи. цепочки, которая разделяет штанины. И вяжу сейчас столбики с накидом в петельки этой цепочки. И на середине этой цепочки я, вот смотрите, провязала недовязанный столбик, провязала ещё один и провязала их за один приём. Таким образом, я сокращаю количество столбиков, чтобы штанина, ну, как бы сужалась. И, как обычно, соединяю начало и конец ряда, вытягиваю первую петельку и продолжаю вязание столбиками без накида. Сейчас я буду уже вязать просто вниз, но нужно в длину. У меня это произошло очень быстро. Штанишки маленькие, у вас подольше. Но всё равно, в принципе, вязание одинаковый. И вот, в середине между ножками я, видите, делала у бабки, так, как я рассказывала. Сейчас буду вязать точно так же вторую штанину. Прикреплю ниточку. И на внутренней стороне штанины, там, где у меня была вот эта цепочка, я тоже буду выполнять убавления. Вот, сейчас провяжу два столбика за один приём. Столбик не довязала. Сейчас второй столбик. И провяжу за один приём. И дальше вяжу просто столбики с накидом. Точно такой же длины, как была первая штанина. Если нам нужны тёплые штанишки, мы вяжем длинные. Если летние, то можно связать шортиками. Просто вязать покороче. И опять же повторюсь, если ребёнок маленький, памперсы используйте, то вот это вот разделение на две штанины нужно вязать попозже. То есть, оставить место для памперса. Вот эти убавки на штанинах нужно делать не в каждом ряду, а в зависимости от толщины ваших ниток. У вас, конечно, они будут реже. И смотря, сколько петелек у вас на штанине, насколько они широкие. Ориентируйтесь сами. А сейчас я хочу немножечко приподнять заднюю часть штанишек. Надвяжу один ряд столбиками без накида сзади. То есть, провяжу столбиками без накида ряд на задней половине штанишек. Это можно было выполнить вначале, но я просто забыла, чтобы штанишки лучше сидели. И вот я вяжу столбик без накида на половине петелек на задней половине. И вот я вяжу вот я провязала нужное количество петелек. И сейчас ряд по кругу провяжу столбиками без накида, чтобы сравнять начало, вернее, переднюю часть и заднюю часть. Вот такой переход получился. Вот я довязала до конца. И переход не очень видно. Провяжу еще по этому ряду, по надвязанному до конца ряда. и штанишки будут готовы. И свяжу просто столбики без накида. Вот я провязала на петельках этого дополнительного полуряда. и все. Отрежу ниточку, спрячу хвостик. Штанишки готовы. У меня они очень маленькие, потому что на пупсика. Но принцип вязания точно такой же. И сейчас я выполню шнурок. Делаю первую воздушную петельку. И две воздушные петельки. И возвращаюсь к первой воздушной петельке. Ну, в общем, лучше смотреть. Втыкаю крючок в нижнюю петельку. Вытаскиваю рабочую нить. И так далее. Потом штанишки. И сейчас я продерну шнурок. Начинаю спереди, чтобы завязочка впереди была. И через два столбика продеркиваю этот шнурок. Можно точно так же вдернуть резиночку, подходящую по цвету. На задней части у меня получается во втором ряду. потому что один ряд был надвязан. А на самом деле ниточка шнурок вернее продеркивается по одному и тому же ряду. крючком это очень легко выполнить. и вот уже я продернула конечки полностью готовы. даже даже уже из завязки. Вот примерка. Вот так примерно выглядит. Конечно, сзади у нас подлиннее. Так удобнее носить. Всё. Да, кстати, освоив такие простые штанишки, следующие вы можете связать каким-нибудь узором. униж Униж лето. Униж лето. Продолжение следует...